Толя! Короче, рекламили этот банихок, скрипт, софт и все это разошлось просто по всему интернет Расскажи, как ты встретился и познакомился со своей девушкой? Начали прям общаться, целоваться Она офигенно это сделала Холодильник выглядел у нас всегда не так, у нас вообще ничего не было Почему именно Мурзофикс? Или Мурзофикс? Ты уже сам запутался как лучше, если честно Так совпало, что переезд пал на Калининград Начался вот самый пик коронавируса, застрял там на 2 года Я понимал, что у меня с учебой вообще прям трэш В 12 классе чуть не поперли Ты кладешь модератором? Да, кладу ночью остается Хочешь ли ты детей? Надо для себя пожить успеть Были случаи, да, когда челы какие-то странные попадались Они даже не знали кто им Говорят, что твой любимый напиток квас Почему? Так было, нигде нет лучше кваса, чем в Латвии Я играл, а потом озвучивал сверху Лучше это даже не смотреть, конечно Он называл своего кота Томик, а потом все-таки Толян То ли в чате кто-то написал, то ли просто его кто-то назвал Толиком Мы 2 дня просто думали, блин, кого взять Вот этот, который к нам пошел, или вот того красивого с разными глазами Не, ну без кота была бы почти не та жизнь, конечно Пара-пара-пам Пам-пам Всем здраво, мужишки и дамы И добро пожаловать на мой новый ролик Бараев Салам алейкум Нархаба Гамарджоба И бон-бю В данном ролике я вам покажу свой второй ролик С новой рубрикой В гостях у И сегодня мы побываем у Мурзафикса Или же просто Мурс Который будет заслуживать вашего лайка и комментария Что-то я какой-то кринж Вы узнаете все ответы на ваши вопросы, которые вы у меня задавали в моем телеграм-канале Кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылочка будет под роликом в описании И напишите в комментариях, кому мы в следующий раз пойдем в гости Ну а я вам желаю приятного просмотра У Мурза есть девушка и нужно выбрать самый красивый букет Предлагаю какой-нибудь такой свадебный С намеком Жестким намеком Как будто можно, знаешь, вот эти вот лилии взять Похоже? Вот эти? Да Здравствуйте Вы выбрали лилии? Да, лилия вот эти вот Я, короче, выбрала лилии Иду сейчас такая с этим букетом И знаете что? У меня аллергия на лилии Поэтому кекс забери, пожалуйста Короче, погнали сейчас покупать сладости Надо с чаем посидеть, да? Обсудить все вопросы, ответы И разобрать то, чего все так ждали Короче, пришли в магазин выбирать сладости Но тут что-то по выбору не очень Здесь вообще полки пустые, мужики Вот посмотрите туда просто Короче, в прошлый раз мы брали торт Я думаю, в этот раз взять эклерчики Какие-нибудь вкусные Оооо Тут это выглядит прикольно, да Хранится на 30 суток Всё, берём! Погнали оплачивать! Снова я? Ну что ж, чувачки и дамы Вы все знаете этот прекрасный сайт Как Порс Дроп Касайте обновленный дизайн и самые дешевые цены на кейсы. Здесь вы можете обновить свой инвентарь, используя мой промокод 40МАМА, который дает плюс 40% пополнения. Если вы захотите пополнить баланс на 100 рублей, у вас на балансе будет 140 рублей. Пополняйте на 500 рублей, у вас на балансе будет 700 рублей. На 1000 рублей, на 1400 у вас будет на балансе. Короче, вообще любая сумма плюс 40% пополнения. Вы можете открывать кейсы здесь на любой вкус и цвет, делать апгрейды, контракты, находить одинаковые карточки, где вы в любом случае получите скин. Участвовать в сражении с рандомными чуваками или же со своим другом, где если ваш скин окажется круче, вы забираете свой скин, ну и скин чувачка. В общем, на сайте множество приколов, заходи и играй вместе со мной, используя мой промокод 40МАМА, который будет в закрепленном комментарии. Приятного просмотра! Короче, мы приехали. И у меня снова начинается мандраж, потому что, ну, ходить в гости, ну, немножечко страшно. Поэтому обязательно цветочки, обязательно сладости. И погнали. Ну да. Здравствуйте, Аркадий Алиха... Здравствуйте. Ой, блядь. Не курите, ребята, это зло. Блядь. Ни блядь, мусор. Прибрались. Ой. Здорово! Привет, привет. Привет, Саша! Какая ты красивая. Это тебе. Ой, спасибо. Так, это вам. Прям под диетку. Ты тоже диета придерживаешься? Мы уже третий день стараемся готовить дома, направим питание. Ну это подстримы. Толян! Внезапный деп. Толя! Толян! Толян! Здорово! Что, вы гости ко мне приехали, да? Сейчас показывать все буду. С кабинета сразу? Да-да-да-да-да. Погнали. Вот такой вот у меня кабинетик, рабочее место мое. Буквально вчера вот все доделали, прикрепляли. Блядь, отхлелся. Ёбки, бумага. Это для красоты или прям реально шумка? Да нет, на самом деле больше для красоты, потому что эта шумка вообще, ну типа, никак не спасает. Просто прикольно выглядит. Наконец-то доделал все, как хотел. Поставил моник на кронштейн, а то у меня тут все занимало место просто безумно. А теперь красота. Аушнички вот новые прикупил еще. Ооо! Да-да. А что ты не попросил заслать? Да не знаю. Что-то я заказал. Мне на днюху Рома подарил, синдикат монтажерный. Ой, я знаю, у него голубые глаза цвета моря. Я знаю синдиката. Очень классный селик. Мне очень нравится Клава. У меня была Razor до этого, как модно такая. Вообще, это прям... А что-то у тебя не Wi-Fi. Ой, Wi-Fi. Лагитэш? Суперлайт. Суперлайт, вот. Я ненавижу другие мышки. Вот это Razor Desader. У меня была, короче, самая первая мышка, это Blady V3. Она по форме вот чисто такая же. Потом я купил Razor Desader проводную. В году, наверное, в 15-м, 16-м. И все, и с тех пор вот только на Desader. Еще покупал... Мне посоветовали Viper, но мне вообще не зашла. Я купил беспроводную вот эту вот красавицу. Бля, самая удобная мышь. Как тебя зацепила тема с Бенни Хопом? И как ты на этом поймал хайп? Вообще никак. Я даже не планировал ничего. Просто записал ролик, когда еще Хуги Рейн этот рекламировали. Короче, рекламили этот Бенни Хоп. Типа скрипт, софт. Я что-то какую-то хуйню просто пиздал вначале. Потом я Леха подцепил. Они начали в чате у него на Твиче спамить, и все. И это разошлось просто по всему интернету. Я сам не знаю как. Как появилась любовь к дробовикам? Потому что каждый раз, когда я снимаю ролик, кто-то берет дробовик. И все такие типа... Ты что, Мурза повторяешь? Это тоже вообще... Фулл рандомно получилось. Я просто... Мы играли игру какую-то дефолтную. Взял дробовик, я что-то киллов надавал. Думаю, прикольно. Ну, мне понравилось. Просто я начал играть. Я тоже вообще не планировал из этого мем какой-то делать или еще что-то. Мне просто понравилось так играть. Играю до сих пор каждый день вот так. Прикол. Ладно, давай. У тебя есть прикол какой-то в этой комнате, который ты любишь использовать? Дерево. Ну, дерево. Могу тебе ролики скинуть, как на это дерево корт постоянно залазить. Я взяла грузочки. Дерево кайфовое. Мне очень нравятся вот эти лампы. Они в кадре очень классно выглядят. Потом тоже могу фоткать. И вот эта лампа очень крутая. А это картина от подписчика? Нет, я рисовал. Реально? Да. И пописал Мурс? Да. Короче, это мы в Риге. Мне Саша сделал подарок. Я уже не помню на что. И мы погнали, короче, рисовать красками и вино там пить. Вообще, балдежно было. Короче, я взял. Ну, это не я сам придумывал. Это я просто взял трафарет и срисовал снова. Очень жестко, молодец. Мне помогали рисовать. Не все, я сам рисовал. Женщина профессионал была. Она вот тут все тени подкрасила, все сделала. Все основное я делала. А она просто уже по визуализации покрасивее сделала. Прикол, прикол. Ладно, погнали next. Let's go. О-о-о-о, пошли туда. Пойдем. Это спальня? Это спальня. Вот та в моем кабинете кровать намного лучше. А нет прикола поменять? Да что-то в падлу как-то тащить это все. А ты по росту нормально по кровати? Канера слабоненна. Ну, маловато какая-то, если честно. Ладно, давайте сейчас next вопрос сразу задам. Расскажи, как ты встретился и познакомился со своей девушкой. Блядь, 1 сентября мы на какую-то тусовку. Это еще было в классе 11 или 12. На школе познакомились? Ну, мы учились вместе. Вот и просто на 1 сентября начали прям общаться, целоваться. Короче, 1 сентября познакомились. Мы вот уже 6 лет вместе. Ну, не познакомились, а просто узнали друг другу поближе. Блин, прикольно. Она тебя поддерживала, да? Да не, мы, ну, как бы, мы общались. Но просто потом вместе на тусе как-то более близко начали общаться и все. И поняли, что будем вместе, наверное. Кем бы ты хотел стать в детстве? На кого ты училась и как кончил школу? Блин, в детстве единственное, что я помню, вот что я хотел, когда я еще совсем маленьким был, поваром хотел быть, потому что я постоянно родителям готовил, типа, какие-то бутики, там. Ну, что-то такое, что я сам мог приготовить. Мне очень нравилось. Я даже помню с одноклассником, думаю, блин, надо на повара 9-го, наверное, класса идти, потом подумал, бля, наверное, в школьной столовой я все-таки работать не хочу. Вряд ли я еще куда-то смогу устроиться. Ты на повара учился? Не, я хотел. Я даже обсуждал с одноклассником, думаю, бля, надо на повара идти. А он тоже такой, да, повар, круто, все, откуда, будем поварами. Не, не стали. В итоге ты после школы вообще никуда не пошел учиться? Не, после школы. Ну, я, слава богу, 12 классов закончил. Хотя, хотел уходить после 9-го, потому что уже в 9-м классе я понимал, что у меня с учебой вообще прям трэш. На тройке учился? Там даже провыкать не было. Не знаю, родители надавили и сказали, иди подальше. А мне, а куда мне идти после 9-го? Я не знаю, что хочу. Ну, ладно, пойду, там уже ребята все знают. Класс нормальный, адекватный. То есть, долбой, мы все ушли как раз после 9-го. Ну, так как-то еле-еле доучился. Хотя в 12-м классе чуть не поперли. Как твои родители относятся к твоей деятельности? Да положительно. На самом деле, меня всегда поддерживали в том, что я делаю. Но в моменте, конечно, когда весь трэш с оценками начался, они такие, типа, блин, надо учиться. А ты в игрульки играешь? А я в игрульки играю, да. Я еще до этого занимался, типа, ну, не ютубом, там, другими вещами. Тоже очень много времени в компе проводил. Но тогда еще как-то по оценкам норм было. Когда с оценками начался трэш, все. Начали учись, учись, там, денег ничего не приносило еще в тот момент. Но все равно как-то так спокойно. Даже мне дедушка, если я закончил школу со средним баллом, ну, не школа, а год 7, по-моему, было, то он мне комп подарил. Мне очень нужен был комп, потому что у меня не было на чем записывать. Я закончил на 6 и 7, типа, там, средний вышел. Но все равно мне комп он подарил. И вот с тех пор, когда мне подарили комп, все, там, 2-3 месяца, я знал, я уже точно знал, что я буду делать. И вот буквально 3 месяца прошло, у меня первый ролик стрелил. Твоя первая игра была на компьютере в КС? Да, я еще в КС попробовал в компьютерном клубе, если его можно назвать, так, лет в 6, наверное. Прямо где пацаны играли, я такой, у КС-КС. Ботов мне поставили, бегал, помню. Какова была твоя первая реакция на большие просмотры на YouTube? Ну, блин, это вообще было очень круто, потому что я всегда мечтал заниматься YouTube. И очень долго делал, делал, ну, никакого выхлопа не было. Там, покупал рекламу, какую-то там по 20 тысяч просмотров ролики набирали. Я помню, я уже думаю, блин, вау, круто. Но это все просто с рекламы, то, что я покупал лайки там у мясника русского, помню, у сахара, у Феса, кстати, говоря. Но эти ребята уже, кстати, конечно, не снимают. Ну, да, ну, там кто-то из них еще остался у Феса, по-моему, лайки покупал, пиздец. Много, кстати, от него приходило, поэтому Фесу тоже спасибо, что за 300 рублей лайки мне продавал. Но вот именно первые просмотры, которые вот сами по себе и по YouTube пошли, это вот самая такая большая эмоция, наверное, была, потому что, ну, когда у тебя, ты просыпаешься с утра, тебе надо идти в школу, когда заходишь в эту студию YouTube, смотришь, а там просто ролик идет в час по тысяче просмотров. А ты вообще, у тебя тысячу ролик там просто собирал. Да я просто, я не знал, что сказать. Я всем показывал, ходил, маме, там, бабушке, ну, никто ничего не понимал. Ну, прикольно, прикольно. Ну, поздравляю, короче. Ну, да, там одноклассники показывают, да, круто, круто. А у меня там в день по тысяче подписчиков идет. Я такой, что вообще? Сейчас могу даже показать, как у меня первый стрелин утром. Ты один или с фитом? Нет, там эти нарезки еще были под музыку. Это мувики, под которые я озвучивал сверху голосом. Ну, я записывал, потому что у меня микрофончик такой маленький был, я не мог сразу записывать звук в КС, потому что там шумы были, мама постоянно приходила в комнату. Я играл, а потом озвучивал сверху. Лучше это даже не смотреть, конечно. Но это тогда популярна была такая тема. Ну, год 16, наверное. Да, да, где-то так. Я тогда только начинала играть в КС. Не знала, кто такой Мурс, но знала, кто такой Сахар. Вот, короче, вот этот ролик, он начал набирать просмотры, ну, как на Ютубе, есть такая тема, что за ним все последующие тоже начали много собирать. И там уже вот буквально за неделю там все ролики под 100, под 200, там 300 тысяч набрали. Я думаю, что за месяц, по-моему, тысяч 20-30 на меня подписалось, и все, я просто в шоке был. Ладно, погнали, next. Погнали. О, налчет Толика! Да тут на самом деле нечего смотреть. Ну, вот ванна, вот ковер. Я не знаю, что у Толика за прикол. Он три раза нассал на этот ковер. Я не знаю, зачем. Вот что-то он ему не понравился. А ты эту ванну принимаешь? Вот эта хуйня, кстати, полная. О, охренеть! Она выглядит красиво, очень красиво. Но из-за того, что вот он так льется, он, короче, затекал у нас туда сзади. И у нас снизу капала вода. На этот туалет я еще ни разу не садился. А, у тебя два туалета как седем? Да. Вот второй микс, первый, точнее, мне нравится больше. Ну, это, короче, чисто туалет твоей жены, а ты ходишь другой. Нет, вот тут я на нее подпишу иногда. Все под нами. Ну, гардероб хороший, кстати, мне нравится. Ну, гардероб, да, прикольный. Единственное, что после Ленинграда он, конечно, маленьким кажется. У нас там был, блядь, огромный как комната. И мы тут не все вещи смогли вместить. Вот в чем минус. Твоя самая дорогая футболка какая? Я не знаю. Я не брал никогда дорогие футболки вообще. Я всегда, знаешь, типа, заходил ему. Я вот в Риге. Любимая футболка, покажи любимую футболку. А тоже нету, наверное. В этом мне нравится гонять куда-то просто. Что там? Блядь, мне нет ничего дорогого прям, вообще ничего. Я никогда не покупал дорогие вещи. То есть, ты не на хайпе, да? Ммм, вообще не на хайпе. А, правильно, правильно. Ну, с муравьем какую-то хуйню взял. Просто зашел в магаз рижский какой-то. У меня не было никаких футболок таких. Ну, более-менее. Все, вот просто такое было. Ванс, блядь, еще еще. Найк, вот такая хуйня. Ну, я думаю, блядь. Ну, у тебя все однотипное. Да, я типа... Вот она. Вот эта штука прям льет, как дождь. Ну, да. Офигенно. Просто. А вот это вы сами делали, Лили? Это Саша делал. Она офигенно это сделала. Я бы не делал. Это очень боевого. Я бы просто хуйнул бы этот... Это вообще... Солмалировать, а еще чем-нибудь и все ему... Это очень круто. Это прям лайк. Холодильник. Ребята говорят, что перешли на такую здоровую пищу. Да. Очень тяжело, это дается, если честно. Я открываю, да? Куда это? Так открыть? Да. Кола. Да, здоровая пища. Это что? Это нам на завтрак шампанское привезли, блядь. Будете? А, вот это тоже, да? Как бы... Это так, чисто вечерком прибалдеть, так сказать. Не, ну на самом деле, очень круто. Ну вот обычно, обычно холодильник выглядел у нас всегда не так. У нас вообще ничего не было. Сейчас вот сами готовить начали, поэтому... Режим, ничего всякого. А, тут. Ну вот тут вот что у нас? Мультиварка, гриль. А что он? А, копиварка. Чайник. Чайник вообще модный какой-то. А, снять это? Посудомойки. Есть. Оп. Чайник какой-то ебутый, Саша, купил и говорит, чтобы воду поддерживал. Чем поддерживает воду? Ну, типа тепло воды, да, поддерживает. К итогу мы чай раза два всего делали. Круто. О, вот самая охуеванная тема. Все. У меня такая, да? И в рот. Так, ну, так удобно ей мыть вообще. Ну, я не мой утром, только секольянчик. Запутался как лучше, если честно. Ну, вообще, изначально было Мурзофикс. А потом мне все начали называть Мурзофикс. Ну, не все, но многие. Мне тоже понравилось. Я вот до сих пор. Короче, я сам не знаю. А почему это Мурзофикс? Короче, буквально, когда я еще даже не начинал заниматься Ютубом, у меня был ник Фиксер. Просто я не помню, как я его придумал. И я что-то начал встречать очень много человек в КСке с таким же ником. Я думаю, что сухой. А почему у людей такой же ник? Мне это не понравилось. Я сидел, думаю, блин, надо что-то оригинальное придумать. Но мне нравился вот этот вот Фикс. Я думаю, ну, так, надо соединить. А у меня был кот Мурзик, ну, бабушки. Мне соединил кота, букву О добавил, и свой старый ник. Получилось вот так. Очень жестко. И да, как-то рандомно просто получилось. Окей. Михеев Ди и Тиму спрашивают, откуда появился Толик, сколько ему лет и какой он породок. Появился он вообще по причине Саша. Такая, хочу котика, хочу котика. Она вообще мне, оказывается, хотела притащить кота втихаля, но не притащила. Но увидела в интернете, там, на Фейсбуке какую-то женщину, которая выставляла котов, и там был кот с разными глазами, типа, синий и зеленый. Она такая, блин, надо такого кота. Я думаю, ладно, пофиг, что. Поехали в деревню какую-то за 30 метр города, и там вот было очень много котов, и вот он был самый крупный. Он прям огромный был, маленький. Ну, типа, все маленькие. И он как бы маленький, но больше всех. Карапузик. Вообще прям здоровый такой кабан. И он самый... куда? И он вышел просто вот ко мне сам, и начал что-то по мне ползать, прилег на меня, лежал. Мы два дня просто думали, блин, кого взять, вот этот, который к нам пошел, или вот того красивого с разными глазами. Ну и что-то мы приехали, лежат опять все эти коты просто в клубочке, и вот этот самый большой, Саша, просто его схватила сразу, просто побежала. Ну, как-то вот он так появился. Не, ну без кота была бы почти не та жизнь, конечно. Ему 6 лет уже. Молодой еще. Аркаши на старых видосах называл своего кота Томика, а потом все-таки Толян. Ты сменила ему тлипуху, или просто тюлень тупой называла его неправильно? Нет, 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 нет. Его до сих пор зовут Томик по паспорту. У него свой паспорт европейский, между прочим. Там все прививочки у нас, и он там Томик. Но что-то мы как-то сидели, стримили. То ли в чате кто-то написал, то ли просто его кто-то назвал Толиком. Как-то так получилось, что стало удобнее называть его Толик. Все, вот с тех пор вот он... Толян. В кругу близких Толян. Толик. А официально Томик. Почему из Латвии переехали в Россию? Ой, да мы давно планировали еще переехать. Короче, это вообще такая прикольная история получилась. Изначально планировал переезжать либо в Калининград, либо в Питер. Короче, так совпало, что переезд пал на Калининград, потому что и дешевле было, и ближе к дому на машине кататься там 8 часов всего лишь. Плюс тогда Леха еще туда переезжал, все сошлось, все звезды. Леха переехал в Калининград, просто погулять приехал, и я должен был ехать в этот момент. Начался вот самый пик, ну не пик, вот начало коронавируса, он уехал, застрял там на 2 года. А я, короче, Саша напутала в визе одну цифру, и нас не пустили в автобус. Мы такие расстроенные, бля, что делать? Не поедем, не поедем. Пам, возвращаемся домой, нам звонят, типа говорят, все, вы так же застрянете. Все перестало автобусы, там самолеты, все ходить. А мы дома были в этот момент, то есть нас это засейвило. Ну а потому что через 2 года я переехал, Леха уехал в Питер, и, короче, в Калининграде вот я жил с синдикатом Ромой 2 года, как-то так. Но ехал я в Россию тупо потому, что все знакомые, друзья, все тут. У меня в Латвии все уехали работать в Германию, вот все кореша с детства, все в Германию уехали, у меня остались только родители, все, мне там не с кем не потусить, мне что-то поделать. Ну что мне там делать? Просто один. От лица всех модераторов Twitch канала Мурзофикс вопрос. Ага. Когда зарплата? Вот, блядь, гаврики нахуй, а? Какое-то, сука, покоя не дают. Да бля, когда зарплата? Когда ты стримить на Twitch, я начну. У меня месяц без стримов, откуда шиши брать, а? Когда зарплата? Сидят они там. Ну я думаю, когда ролик выйдет, уже оплачено будет, наверное. Ты плачешь модератору? Да, плачу, но что остается? Нормальные ребята, что, зарплату тебе не платить? Хорошие ребята. Сколько ты еще планируешь снимать видео на канал? Хотел бы перейти на другой контент и параллельно снимать КС. Блин, ну вообще, я никогда не задумывался, сколько тут снимать. Пока вот нравится, снимаю. Переехал, и идей очень много. Вот что снимать? Это будут такие ролики более с лайф-форматом, но не отходя еще от КСа. То есть, а там уже дальше как пойдет. Просто я понимаю, что двигаться куда-то дальше надо, даже несмотря на то, что сейчас вышло КС 2. Ну типа, все время сидеть на КСке, конечно, не хочется. Хотя я уже давно планировал что-то записывать, но как-то руки не доходили. Я там вот пару игр снял, типа Battle Beat, еще какую-то. Не успел до переезда снять игрушку одну, уже тут буду записывать. Но тогда надо что-то менять, конечно, но плавно. Больше лайф-контента? Да, хочется лайф. Ну плюс тебе еще удобно Питер тем, что ты можешь спокойно ездить в Москву, также участвовать. Да, вот это тоже очень важный фактор, что тут до Москвы 4 часа на поезде ехать. И один час на самолете? Да, один час. Но самолеты я не люблю особо. Кстати, как тебе ФМЕ? Это прикольный турик был, гадый, не позвали на третий. Тебя позвали сейчас на этот сезон? Да, на этот позвали. Ты согласился? Да, почему нет? Я тоже. С кайфом. Красава. Покупал ли ты квартиру? Если да, дорого ли? Не, не покупал. Ну, у меня, грубо говоря, есть квартира в Латвии, но она не на меня записана, на родителей. Вот, там ремонт запацали. Маленькая однушка. Ну, она там вообще стоит, типа, недорого. Ну, сейчас, не знаю, сейчас, наверное, подороже стоит, но в сравнении с ценами, там, в России или где-то в Риге, там, в столице, да. Это очень. Там вообще разница огромная. Ну, а сейчас я бы хотел купить квартиру, да, но вот я не знаю, где. Я пожил в Калининграде, охрененный город, крутой, все, но там делать нечего, вот мне сейчас. Короче, я не знаю, где бы я сейчас хотел жить. Я катаюсь, смотрю, где кайфово, где не кайфово жить, а там уже дальше буду решать. Но пока вообще ноль идей где. В Питере? Да вот не знаю, надо пожить, я только переехал. Должно время пройти, потом еще, возможно, в Москве пробки? В Москве? Там нет ничего такого. Блин, Москва очень красивая, все, но там пробки и цены просто заоблачные, конечно. В Питере, да, попроще. Ты годик здесь будешь жить хотя бы? Два года? Да, конечно, да. Ну, если все сляжется нормально, то да. Вот изначально, когда я в Питер первый раз приехал, мне город вообще не понравился. Я никогда в жизни не подумал, что в Питере буду жить. Мне кажется, это все зависит от компании, кто какие-то... Да, возможно, мы еще в ноябре приехали туда. Там серость, темнота, холодрыгом, не погулять, ничего. Просто из рейстика домой, из дома в рейстика. Пока что мне Питер очень нравится. А Саше нравится? Она не скучает? Саша, тебе нравится Питер? Пока что да. Тебе есть здесь с кем общаться? Нет. Ну, ты познакомишься еще совсем. Да, у Саши как-то из девчонок вообще подруг. Одна подруга и то в Латвии живет. У меня тоже с девчонками всегда проблемы были. Кстати, такой интересный факт, когда мы снимали с тобой первый ролик на ютубе, ты помнишь, как нам было сложно его снимать? Колесо Фортуны, да? У нас с тобой вообще общение не сложилось. Мы почти молча играли две катки. Бывает тяжело записывать с людьми, с которыми я вообще не общался никогда. А мы как-то пошли резко записывать видео. Да, мы вообще не знаем друг друга. То есть я там с ребятами сейчас со строго с Shadow Cake'ом ролики снимал, но мы уже с ними там в Москве виделись, общались и уже проще. В Дискорд заходишь, и ты знаешь, с кем ты общаешься. А так мы друг друга не знали. Бам, всему ролик записываю. Поэтому, конечно, тяжело было. Но я не помню особо. Ладно. Хочешь ли ты детей? Сейчас нет. На какое ближайшее будущее ты хочешь детей? Блин, ну детей надо заводить, когда у тебя уже все типа есть. Там, квартира. У тебя должна быть финансовая подушка безопасности. 100%. Сейчас я пока бы, ну, не мог себе такого позволить. Потому что дети это большая ответственность. Это, во-первых, сразу меньше времени там уделяться будет и Ютубу тому же. Ну, 100%. И если не Ютубу, еще чему-то. Тоже уже знать, что у тебя все окей. Типа ты не паришься. Вот в этот момент можно. А жена просит? Хочет? Да нет пока. А что я просит? Можно просто получить? Тоже балдеет пока. Может, остисляется? Да, 20-23 года. Того очень рано. Я пока не лету. Я боюсь. Надо для себя пожить успеть. Лет в 28 уже возможно. Но мне кажется, не раньше. Ну, а надо за 30, чтобы не быть старой родящей. Ну, да, короче, надо поймать баланс, чтобы была стабильность в жизни, прям, и уверенность в завтрашнем дне. И при этом ты еще не был уже развалюшкой старой. Кстати, у меня есть один видео вопрос. Готов? Да. Здорово, мужик. Вопрос. Какой кальян ты куришь? Он стоит. А что это за кальян? Не знаю, там что-то Миша Шиша как-то назывался. Какой-то еще х**ку это купили. Я не знаю, что это. Просто Саша купила в магазе рандомный. Ладно, любимый табак. Чтобы покрепче было, нормально, чтобы... Я, потому что курил, вейп очень много. Вот, потом курил вонючие эти сигареты. Сейчас бросаю сигареты, опять вот уже полмесяца не курю. Есть легкие табаки, я вообще не могу курить. Ты куришь, ничего не чувствуешь. В чем смысл? Вот хочется что-то прям... На десяточку такое. Ну, не-не, ну, на семерочку вот что-нибудь такое. Дарксайд какой-нибудь. Я не особо разбираюсь в табаках вот этих кальян. Вообще, Алик меня подсадил на эти кальяны. Никогда в жизни эти кальяны не дуделал. Я вообще думал, кто курит кальяны? Что это за просто бред? Курить кальяну? Ни вкуса, ничего. Потом почитали, вот водить начал, все, мы начали курить кальяны тоже. Прям часто. Я вообще не думал, что-то будет. Учитывая, насколько ты часто выпускаешь видео в последнее время, вопрос такой. Насколько ты часто выгораешь? Сильно ли на тебя давят медику, условно, если ты не ходишь в магазин? Ну, и немножечко порядок. Мне, не, медика вообще не давит никак. Типа там иногда ребята узнают, фоткутся, мне еще в кайф. Я, кстати, видела, как на одном турнире устрого ты участвовал, я сидела рядом, к тебе подходили подписчики, зрители, спрашивали. Ты реально спокойно сидел, общался, прям как друг. Да, нет такого, фоткаться. Возможно, знаешь, я там не такой популярный, как там Слава Бустер, когда он выходил, там все орали, он бедный там прятался, потому что его бы задавили, наверное, толпу. Возможно, когда столько уже зрителей, да, может быть тяжело, а так. Причем вы сидели, знаешь, типа не випки с тобой, а сидели в общем зале, смотрели именно со всеми зрителями. Да, так в большинстве случаев просто все адекватные. Были случаи, да, там, когда челы какие-то странные попадались, они даже не знали, кто я, просто видели, такие, можно фоткать, что-то ходили, орали, по-моему, в Калининграде, кринжанул немного, но в целом, все ребята вообще нормально. Часто ли ты выгораешь? Да вот, недавно был момент, что-то я еще в Калининграде живя, думаю, блядь, что-то как-то все не так, что-то мне что-то все не нравится, но просто, мне кажется, в такие моменты надо все равно что-то делать. Делаешь, делаешь, а потом ты видишь, ради чего ты стараешься, типа там просмотры высокие. Я вот нашел, например, фишку, что дропать ролики там часто, у тебя YouTube бушится начинает сильно. Так, ну, бывает моментами, конечно, что-то накатывает хуйня какая-то, но в целом, я как-то быстро от этого отхожу просто, нет такого, что я могу сидеть там полгода, и такой, блядь, мне все не нравится, я там не могу это делать, не хочу это делать, нет. Бывает такое, что ты опускаешь руки, ну, не можешь. Да не, вот в том-то и дело, что, не дай бог, такое будет, конечно, но по-моему, такого никогда не было. Я все равно, я шел, что-то записывал, что-то, получалось, всплывало хуйня, я удалял материал, но самое главное, что-то все равно делать, надо. Не опускайте руки, ребята. Быстро отпускает, как-то очень. Вот мы вчера, кстати, сидели до трех ночи, и вчера такой еб***ь день был, я записывал, и ничего не получалось, то есть вообще, прям по контенту хуйня какая-то, я прям в тильце, такой вечером сижу, блядь, что-то такое. Пошли просто рандомно катку, сыграли на Лола в Лах, записали просто еб***ьший контент, хуйня ребята, опались против нас, хуйня ребята, классный ролик, короче, получился очень, все, настроение перед сном, бам, с утра просыпаешься, понимаешь, что у тебя хуйня видос записан, все, кайф. У меня, кстати, бывает такое, то, что я выгораю, вот ты сам знаешь, что я могу не записывать год материал, еще что-то, и чтобы мне вернуться в строй, мне нужно приехать в Питер, к своим ребятам, к своим друзьям, зарядиться, записать контент, и уже домой возвращаться домой. Опять же, просто общаться с людьми очень кайфово, там, если тебе хуйня, идешь с кем-то общаешься, отдыхаешь, недельку просто тусуешься, все, ну, у меня так, я потом сам сижу, думаю, все, я хочу что-то делать, я больше не могу фокажить. Спасибо. А если у тебя машина, если да, то какая? Вообще, у тебя права есть? Да, права есть, и машина была. Ты умеешь водить? Да, у меня не люблю особо, правда, как-то, не знаю, пацаны катаются, кайфуют, я вообще не понимаю, ну, машина, бля, сразу вот это искать парковку, это вот приехать, вот найти, сунуть ее, припарковать, ой, бля. И пойду машину не хочешь? Мне машина нужна только для того, чтобы ездить к родителям, все, по городу, Ты ездил, к родителям, вон такси? так вот, у меня была старенькая БЭХ 98-го года, мне ее вполне хватало, потому что она все остальное время стояла на паркинге, вот просто, мы не катались по городу вообще, зачем, когда есть таксишка, к подъезду приехала, сел, уехал, тем более, в России цены на такси вообще адекватные, не, ну, в Москве не очень, ну, в Москве, да, у тебя в Питер приезжаю полегче становится, в Москве тоже, вот ты на своей машине будешь стоять и потом искать парковку, не знаю, это вообще не для меня, я хотел купить тачку сейчас к Новому году, чтобы кататься в Латвию, к родителям, но сейчас, бля, ввели хуйню какую-то, что на российских номерах, да, я вообще не знаю, бензин там какой-то, что-то там нельзя с бензином российским проезжать, ну, вот я сейчас вообще не знаю, что делать, типа, куплю я машину, что, она будет в Питере, просто, ну, думаем, думаем, что делать, опыт, привыкнешь к российским дорогам, ну, наверное, да, привыкаешь и парковаться, и кататься, давай, в следующий видео вопрос, тебе, опять от Алика, вопрос, мужик, какую марку, автомобиля, БМВ ты предпочитаешь? Конечно, твою брат, вообще, вот такая тачка, бля, Алика, реально охуенная машина, тебе нравится, как он водит? Да, нормально водит, мы вчера в шашке, вот так, мы еще и пролезли, ну, отлично водит, ребят, я вот, всегда, когда катался, я очень спокойно ездил, ну, как дед такой, пердон такой, да, чисто, как дедушка, 40 км в час, а куда старопиться, куда спешить, хотя, если бы у меня была тачка, нигде нет лучше кваса, чем в Латвии, что он, во-первых, продается в стеклянных бутылочках, что очень важно, любой вот фирма, ты приходишь, в стекле стоят, и они пиздец, какие вкусные, это не просто, знаешь, как лимонад, типа, химический, а вот именно настоящий квас, а в России я не нахожу такого, его нет, возможно, там только где-то, в этих, где пиво раздревное продают, вот там, да, наверное, вкусный, а вот, чтобы в магазик прийти, и что-то как-то я перестал его тут пить вообще, вот там в Латвии постоянно кушаешь, классно. Твои любимые чипсы и пицца, лей с крабом, так у тебя навес, ты ел, я когда приехал в Россию первый раз, не, первый раз я их в Украине попробовал, я думаю, бля, ебай, это просто, это лучшее, что было вообще, потому что нигде больше не продаются, как я понимаю, только вот в Украине и в России эти лей с крабом, как же это охуенно вкусно, каждый божий день эти лей с крабом, все, больше смотреть на них не могу, классные чипсы нашел, острые крылышки, я пи***ь, я пи***ь все люблю, сейчас покажу, они стоят у меня, острые крылышки, не пи***ь сказать острые, хотите попробовать? Давай, ммм, ммм, хо-хо-хо, а где ты воду пьешь, припекает? Я просто острые очень люблю, пицца-то какая любимая? Пицца, очень важная, самая вкусная пицца, это пепперони, без вот этих лишних, знаете, приходишь к ресторану, тебе там пиццу принесут, там мясо какое-то, еще оливки, б***ь, тонна лежит, б***ь, ненавижу просто, вот самое вкусное, это сыр, и вот тоненькие ломатки колбаски, просто, идеально, твой любимый чай, с ромашкой, не люблю вот эти, насыщенный вкус, там каких-нибудь коры дерева, там что еще бывает, зеленый, черный, вот этот красный, а это просто черный чай с лимоном, с сахаром, не, я вообще без сахара чай, ягодный, ну можно выпить, конечно я не буду, не буду чая, но вот с ромашечкой, с легкой заваркой, вообще, просто тяжелый, на самом деле, наверное, сила это в семье, сила в Толике, ну что мужики и дамы, я надеюсь вам понравился, этот ролик, понравилось побывать в гостях, у Мурза, у Аркаши, надеюсь вам понравилось, ребята, вот, подписывайтесь на, твич Аркаши, на ютуб Аркаши, ставьте лайки, да, давайте наберем, 10 тысяч лайков, что слабо, а когда не слабо, в комментариях, там накалякайте, что-нибудь прикольного, с кем следующий ролик снять, все, пока всем, всех рад был видеть,